Итак, мастер настройки продуктов и технологии SharePoint закончил свою работу. Теперь, соответственно, можно проверить, что же он сделал. Итак, нам приходит приглашение к работе. Добавляем данный веб-сайт в доверенную зону. Все, загрузка прошла успешно. Соответственно, данный веб-сайт является тем, что мы установили. Нам сразу доступны общие документы. Календарь. Задачи. Ну и групповая дискуссия. Итак, соответственно, вернемся к нашей презентации. Как проверять установку? Ну, во-первых, понятно, что SharePoint Default Website нас сразу пригласил к работе. Из других полезных инструментов можно отметить SharePoint 3.0 Central Administration. Он находится в пуск Administrative Tools в SharePoint 3.0 Central Administration. Это также очередной веб-сайт. Он у нас также затребует логин и пароль. Все отлично, зашли на сайт. Есть у нас домашняя страничка. Операции. И управление приложениями. Таким вот образом. Ну и так как и SharePoint Default Website является веб-сайтом, и SharePoint 3.0 Central Administration является веб-сайтом. Соответственно, посмотреть на то, как они устроены и работают ли они, можно через Ease Manager. Давайте это и проделаем. Открываем сайты. Видим Default Website, который не работает. Соответственно, можно его... А, но он не запущен. Видим SharePoint 8.0. Это как раз веб-сайт SharePoint по умолчанию. Можно посмотреть, да. Использует он As.net Impersonation И Windows Authentication И есть у нас SharePoint Central Administration Соответственно, тоже можно описать его свойства, да. Например, давайте заглянем в Default Document. Соответственно, видим, да, что вот у нас все как есть по умолчанию для любого веб-сайта. Так здесь сохранено, соответственно, можно предположить, что запускается аналогично. Что касается дальше, да, то есть следом нам необходимо немножко поднастроить конфигурацию, службшая по Ease 3.0 И можно будет работать. Об этом я более подробно расскажу в будущих веб-кастах. Что же касается сегодняшнего веб-каста, то есть на этом все. Мы установили службы Windows SharePoint Suicide 3.0. Я думаю, это было не очень сложно. То есть и у всех у вас это легко получится. Соответственно, если есть какие-то вопросы и пожелания относительно будущих веб-кастов, а также просто вопросы, присылайте их мне на электронный адрес, буду рад на них ответить. Если вас интересует больше видео по информационным технологиям, заходите ко мне на сайт и в разделе веб-кастов вы найдете много интересного. Ну и, наконец, все новости одной строкой, а также мои публикации и переводы можно найти у меня в блоге на lebedefunblogspot.com На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!